Сегодня я хочу поговорить о такой интересной теме, зачем нарцисс скрывает свои чувства. Ну, как известно, нарцисс это человек, вообще нарцисс построен на том, что все скрывается. То есть нарцисс прячется за какой-то маской. У него как бы, они иногда говорят, что мы как бы прячемся за каким-то плащом, мы скрываем свои реальные чувства. Так вот, когда нарцисс испытывает какие-то чувства привязанности или даже зависимы. У всех нарциссов есть одновременное зависимое расстройство личности. Они очень зависимы. Ну, чаще всего они зависимы, свою зависимость перемещают в фантазию, удовлетворяют потребности в зависимости, в фантазии. Но все равно они зависимы иногда от внешних объектов тоже. Так вот, они скрывают эту зависимость, потому что они считают, что зависимость это слабость. Мало того, зависимость будет вызывать в нем очень сильную агрессию. А если, например, нарцисс не скрывает свои чувства, а говорит в этом открыто, то, скорее всего, можно говорить о том, либо это какое-то пограничное расстройство личности, то есть у них есть склонность создавать все вот эти свои идеализированные объекты и говорить свободно о своих чувствах. Либо нарциссы с очень такой сильной пограничной компонентой. Но в этот момент, когда так называемый лавбоминг, о чем многие эксперты очень сильно ошибаются, когда нарцисс занимается любовной бомбардировкой, это говорит о том, что у него нет вот этих глубоких чувств. Его чувства очень какие-то поверхностные, поэтому он их не боится, они не вызывают в нем тревогу, и поэтому он легко так о них говорит. Потому что реальные глубокие чувства, это всегда вызывают в них тревогу. Во-вторых, для нарцисса сказать «я тебя люблю» – это то же самое сказать, это то же самое, что отдать вам ключи от квартиры, где деньги лежат. Это значит отдать вам позицию силы, то есть для нарцисса или отдать контроль. Это нарцисс позволить себе не может. Он это может сказать, когда он это знает, что это ложь. Вот если он знает внутри, что это ложь, и он вам лжет и манипулирует, тогда он может это сказать. Либо он знает, что это всего лишь фантазия. Иногда они впадают в некое такое состояние фантазийности, на вас переносят фантазийный персонаж, и они знают, что да, это вот такая небольшая фантазия. Тогда они могут сказать «так нет, потому что это утратить». Сказать «я тебя люблю» – это значит утратить позицию контроля. И для нарцисса это невыносимо. Именно поэтому многие нарциссы очень часто на форумах признаются, что когда они реально испытывают какие-то чувства, они будут это скрывать. И сейчас я хочу зачитать… Ну, сначала я зачитаю то, что я написала у себя в сообществе на ютубе. Смотрите. Как определить, перенес ли нарцисс на вас образ волшебной феи, то есть сказки из сказки, или реальной матери? У нарцисса есть образ волшебной феи, который существует в его фантазии с детства. В одном из последних видео я говорила о том, что существует два вида переноса. Реальной матери, и это очень редко. Тогда он испытывает действительно глубокие чувства, и это чувство к реальному объекту. Или волшебной феи из фэнтези. То есть это вот такая фэнтези будет. Как вот мультик посмотреть. Это очень часто бывает. Еще существует гаражный вариант. Это тоже часто бывает. Так вот, в первом случае он будет отрицать наличие чувств и скрывать их. Вести очень отстраненно и холодно. Избегать секс, избегать общения. Будет все переворачивать. Когда на черное говорит белое, на белое говорит черное. Будет много тревоги и страха со стороны нарцисса. Это очень хорошо описано в фильме «Сумерки». Никто не знает, что фильм «Сумерки» был написан по реальной истории. Это была книга сначала. И вот автор этой книги приезжал на съемочную площадку и заставляла актеров играть именно так, как было в ее реальной жизни, с ее нарциссом. Ну, естественно, как там развивалась история, дальше это было все фэнтези. То есть это все Голливуд был. То есть они испортили историю. Естественно, так не может развиваться история. Но Голливуду нужен счастливый конец. И, в общем, они там сделали это счастливый конец. Это не соответствует действительности, не соответствует психологии нарциссов. Естественно, так бы не развивался бы. Там дети, семья, все прекрасно. Но начало было очень правдоподобное. Смотрите, есть агрессия. Он будет агрессировать на вас, потому что вы будете напоминать ему реальную мать. А реальная мать вызывает агрессию. И вызывает очень сильное чувство тревоги. Второе. Волшебные феи из фэнтези. Очень часто происходят. Во втором случае будет много грандиозных комплиментов, обещаний, грандиозных планов на будущее. Возможен неплохой секс. Нарцисс будет воодушевлен и весен. Если вокруг вас прыгает нарцисс и говорит «Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк», «А за ней воробушка шмык-шмык-шмык-шмык», он будет расслаблен, он будет весел. Это значит, что он перенес на вас образ реальной феи. И он где-то частично, не то что в подсознании, на подкорке чувствует, что это всего лишь просто как мультики посмотреть. Для него это мультик. Он знает, что это все нереально, он знает, что это скоро кончится, он это осознает, он даже готовится, что это скоро все закончится и готовит путь к отступлению. Так, он будет воодушевлен и весен, но будет быстрое и очень грубое обесценивание. Не принимайте, знаю этот счет. И на свой счет не принимайте. И существует еще гаражный вариант, это часто. Вы гаражная. Это вам повезло. Будет легкий флирт, непринужденное общение, и не будет никакой идеализации обесценивания. То есть там будет, в принципе, даже никакого абьюза не будет. Поэтому вот этот третий вариант гаражный, это вам самое подходящее, потому что там не будет никакого такого абьюза. Обычно это гаражные бывают такие же там люди с расстройством личности, но там не будет вот этой эксплуатации. Так, в этой связи хотела засчитать признание вот девушки. У нее, скорее всего, нарциссическое расстройство личности, и она тоже встретила второго. Вот это два нарцисса. Она написала комментарии в моем видео про мастера Маргариту. Кстати, история вот эта вот Белла и Эдвард, да, вот этот вампир. Это тоже история, похожая на мастера Маргариту. Смотрите, там была идея обмена идентичности. Эдвард хотел стать живым, то есть он был вампиром, но он хотел стать живым, так же, как и мастер. Мастер позавидовал Маргарите. То, что ей целовали ноги все нарциссы мира и говорили королеву мое восхищение, ей было все равно. Он этому завидовал. Он позавидовал. А он сидит в подвале. Он говорит, я сижу в подвале в каком-то и не чувствую себя живым. Что мастер говорит? Я не чувствую себя живым. Я зависим, да. И он позавидовал Маргарите, то, что она живая. То же самое здесь, в этом фильме. Эдвард постоянно завидовал Белли, то, что она живая. И он пытался себя уничтожить, выйти на свет и себя уничтожить. Нарциссы тоже самое делают. С помощью всяких высокорискового поведения. Вот, кстати, мне тут недавно одна девочка написала, что ее нарцисс постоянно рвется на фронт. Его там уже ранили, контузили. Он только вылечился и идет опять на фронт. Потому что их тянет драма. Их тянет, потому что на фронте при высокорисковом поведении усиливается вот эта травматическая связь, регресс, психики в детское состояние. Вот эта вот возможность переформатирования себя. И поэтому они вот так себя ведут неадекватно. Я хотела почитать... Да, девушки. Вот она пишет. Хочет понять, что будет дальше, как он будет действовать, чтобы подготовиться. На днях сам назначил свидание. Сказал, что хочет меня видеть. Но в день встречи он ничего не написал, ожидая действия от меня. Я тоже ничего не стала писать. Так наша встреча не состоялась. Ну, помните, у Эдвард и в этих сумерках тоже они там постоянно не могли встретиться. То же самое, как Маргарита с Мастером. Они постоянно были в розь. Маргарита постоянно была одна. Они не могли взаимодействовать из-за его нарциссизма. Так наша встреча не состоялась. А еще обиделся на меня за то, что я ездила на море. Он увидел фото в соцсетях. Позавидовал. Татьяна, как вы верно все описываете. Импат с признаками. Так, в темной триаде есть пограничник. Но это не факт. Есть идея о том, что нужно всеми силами разрушить это препятствие между мной и нарциссом и разрешить конфликт. Да, я описывала, что у многих людей, которые вышли из семей, где родители были эмоционально недоступными, не факт, что нарциссами, эмоционально недоступными, у них есть идея, это есть у пограничников, это есть у нарциссов, это есть у обыкновенных невротиков, так называемых эмпатов. Идея найти похожего родителя и попытаться его излечить. Об этом говорил тоже Сэм Вагнин. Идея излечения родителя. Так, и вот у этой девушки тоже есть эта идея. Она сама будущая нарцисса и хочет излечить другого нарцисса. Но защитить себя тоже необходимо. Иначе он не оставит от меня ничего. И я не превращусь в демона, как он, и не падаю к его ногам, став зависимой. Получается, что и не туда, и не сюда. Он боится, делает робкие шаги навстречу, потом отстраняется, ожидая реакции от меня. Ну вот, в принципе, ведет себя как Эдвард. Я не даю ему эту реакцию, которую он ждет. Конфликт остается неразрешенным. Да, когда два нарцисса встречаются, у них начинается вот этот танец. Один шаг вперед, два шага назад. Это вот как действовал, в принципе, вот этот вампир. Как действовал мастер. Он же куда-то свалил, в какую-то там якобы больницу. Все происходит именно так, как вы описываете. При этом обесценивание с его стороны не начинается. Почему? Потому что он перенес на вас не образ. Обесценивание будет, когда он перенесет образ реального родителя, фантазийного родителя. И тогда он будет требовать от вас, чтобы вы стали волшебной феей, который исполняет все его желания. А тут он перенес на вас образ реального родителя. И поэтому он от вас изначально не ждет никакого волшебства. Он завис. Взаимодействует со мной в своих фантазиях. Но вы тоже в фантазиях находите. И купит на меня сильнейшую обиду. Но вот этот перенос, он тоже очень токсичный, потому что он будет все обиды, которые у него есть, и претензии к родителям, переносить на вас. И вы тоже будете переносить. Обижается на все. Да, будет много обиды. Поэтому и этот Эдвард ходил, видите, все время какой-то обиженный. И уже ему было ничего плохого не сделано, а он уже на нее злится. Смотрите, какой злющий. Об этом, кстати, тоже говорил нарцисс Денис. Что он сказал? Говорит, у меня было вот три отношения, любовных, три любовных отношения, и все три любовных отношения я тщательно скрывал в то, что у меня есть чувства к ним. Я скрывал чувства. Потому что для меня это огромный стыд вызывает признаться в чувствах. Вы поймите, когда они реально существуют, когда они нереально существуют, а он может спокойно признаться в это. Дальше. Так, обиду. В основном за то, что я не веду себя так, как нужно ему, и не читаю его мысли. Да, мною невозможно управлять. Да, он будет беситься за то, что он не может вам не управлять. А желание контроля он очень сильно скрывает. Иногда проскакивает что-то еле уловимое. Но желание контроля будет, да. Но в большинстве случаев он никогда не признается. Все выражается в его обидах и ненависти ко мне. Да, все. Ненависть, это значит уже все. Если он изначально начинает такое ощущение, что он вас и любит, и ненавидит, значит он перенес на вас образ реального родителя. Так, мы застряли. Да, точно так же, как застряли все отношения у Дениса. и застряли все отношения вот здесь вот в этом фильме, да, с Беллой. И ему, и мне нужно закрыть гештальт. Что это значит? Получить то, что они не получили в детстве. то есть ребенок переносит, партнер переносит на похожего на родителя партнера образ родителя и хочет получить то, что, либо получить какие-то ответы, либо получить то, что не получил, вот эту любовь, да. Если не получается получить любовь, а тут, скорее всего, не получится, то хотя бы вымести на этого партнера обиду на родителя. Поэтому там может быть и то, и любовь, и ненависть, да. Но никто не хочет быть тем, кто первым сделает ошибку, кто подставит себя под удар. Я не могу позволить, чтобы это была я. Токсичный стыд и вина в этом случае не дадут мне выжить. Я сгорю от стыда и горя, что проиграла. Но вот это говорит о том, что у вас нарциссическое расстройство личности, потому что нормальный человек, если, например, даже его бросит кто-то, да, или кто-то отвертит, он не будет гореть от стыда и горя. Ну и подумаешь, да. Ну не получилось и не получилось. Ну а что такого? Я не сто... Я не золото, чтобы все меня любили. Все это взаимодействие с нарциссом невероятно энергозатратно. Ресурса на себя совсем не остается. Но в этом суть травмы. Она управляет травмированным, управляя их жизнью. Я в терапии, но результатов пока очень мало. Их практически нет. Происходит постоянная ретравматизация. Вот что нарцисс боится. Ретравматизация. Он боится, его травмировали в детстве. А тут еще пришли и вы на маму похожие и тоже пытается ретравматизировать. Это как бег по кругу и как будто нет выхода. Это еще жуткий страх. Вот видите, будет очень много у нарцисса или пограничника страх. Если вы встречаете человека и вы ощущаете страх, значит, вы перенесли какие-то проблемы из детства. Ведь оставить его навсегда мне, для меня воспринимается, как уйти от родителя в возрасте 5-6 лет. Значит, ваш реальный возраст сейчас 5-6 лет это подобно смерти. Покинуть нарциссы не сопровождается страхом одиночества. Это процесс идет рядом со страхом смерти. Да, это смерти подобно. Поэтому у Эдварда и был такой какой-то смертельный страх во всем его поведении и агрессия. Типа, уйди от меня, не приставай. Она говорит, я просто села рядом, а ты на меня накинулся уже. Так, я его и люблю и ненавижу одновременно. Это точно. Я вам могу сказать, что, скорее всего, по его поведению Арина, он вас реально любит. И его чувства не фантазийны. Это чувства, если он перенес на вас чувства, которые к реальному родителю, а у ребенка есть какие-то, видимо, у него тоже есть, конечно, нарциссы, которые ненавидят своих родителей и даже никаких приятных чувств не ощущают. Но есть нарциссы, у которых они ближе к пограничникам и у них расщеплено. Они их и любят и ненавидят одновременно. И вот такие нарциссы будут себя вести именно как вот этот Эдвард или как мастер с Маргаретой. не все так ведут, но я уже сказала, где-то 10%, 10-20% они ближе к пограничникам, они поэтому будут вести себя вот таким образом. Это говорит о том, что если он не объясняется вам в любви, это говорит о том, что он вас реально любит. При таком вот он будет вести вперед-назад, но если он к вам приблизится, то он может проецировать на вас обиду, которую он имел к матери. Вам не нужно воспринимать это серьезно. Во-вторых, вам нужно действительно работать со своим токсичным стыдом, почему вы у вас чтобы избавиться от токсичного стыда, не надо воспринимать себя как центр вселенной, которую все должны любить. Нормальные люди воспринимают себя ну меня не любит кто-то, ну и фиг с ним. Не надо свою самооценку ставить в зависимости от того, что кто-то вас любит или не любит. Ваша ценность должна состоять в другом. Достаточно, чтобы вас любили кто-то близкие. Их недостаточно, чтобы их было много. чтобы все вас любили. Вот нарциссы они испытывают стыд, потому что они себе вбили в голову, что в детстве это фантазия. Что меня я богоподобен и меня все должны любить. Если все меня не любят, значит я плохой. Это абсолютно нормально, что кто-то вас не любит. И люди к этому относятся нормально. Не надо ставить так, что все должны меня любить, все должны мною восхищаться. Чтобы избавиться от токсичного стыда, нужно избавиться от бредовых фантазий. Прежде всего. вам нужно уже понять и принять, что он вас любит. Это уже как бы данность. Дальше у вас будет, конечно, он может вас атаковать, как это делал Эдвард. Он атаковал, постоянно разочаровывался, типа уйди от меня, потому что ему тяжело тоже. Но не надо воспринимать это на свой счет. Поэтому что-то здесь какого-то излечения не будет, но это будет интересно. Держите случай, держите нас в курсе, если что.